Одним из первых на избирательный участок пришел Игорь Гоц, кандидат в депутаты окружного собрания. Свой голос он отдал еще в начале 9 утра на участке номер 40. Признается на выбор и всегда приходит рано утром. Что самое главное на выборах знает точно. Самое главное, безусловно, для человека, когда он идет на избирательный участок, это голова. Голосовать сердцем – это лозунг 90-х, а сейчас надо головой. Время 10.00 на 51-м участке в спорткомплексе СМУ проголосовал кандидат в депутаты от парламентской партии Евгений Алексеев. Он поделился своим мнением о важности сегодняшнего дня. Выборы не должны быть формальными, поэтому на самом деле должны побеждать лучше. И лучше не с точки зрения, как себя человек оценивает, а как его оценивают люди. В школе номер один проголосовал Александр Саблин, кандидат в депутаты от коммунистической партии. Для жителей округа, для всех избирателей округа очень ответственный день, поскольку мы выбираем своих представителей, органов власти, местных управлений всех уровней. Это действительно важнейший день для округа, поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. Отдали свои голоса и кандидаты на пост губернатора Нинецкого автономного округа. На свой участок в поселке Искатели в 10.30 утра пришел Тимофей Салуянов. Говорит, ходить на выборы – семейная традиция. Ну, как бы и родители у меня ходят, то есть я мало знаю того, кто не ходит, потому что, в принципе, у нас такое поколение, которое все-таки к этому подходит ответственно. Еще один кандидат Андрей Смаченков поддерживает идею проводить выборы в единый день голосования. Это правильное решение, все выборы в один день, экономия бюджетных средств. Николай Остродумов уверен, выборы 2014 – это одно из главных политических событий для жителей Нинецкого округа. От их исхода зависит будущее региона. От этого зависит дальнейшее. Жизнь, судьба, как сложится в дальнейшем, жизнь в округе. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и проголосовать, как он считает нужным. Переживает за исход выборов еще один кандидат – Игорь Кошин. Свой голос он отдал на 45-м участке в средней школе номер 3. Потому что это очень серьезные и действительно, ну такие массовые выборы. Их давно уже не было. И я надеюсь, что все наши члены команды обязательно добьются победы с тем, чтобы нам все вместе в дальнейшем. Ну просто необходимо реализовывать то, о чем мы уже говорили, то, что уже наработано. Итоги голосования будут известны уже завтра. А сегодня вечером мы узнаем предварительные результаты. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Николай Таратин, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Телеканал «Север». Телеканал «Север»